У нас регламент такой, мы бы хотели, Сергей Вячеславович, начать, так сказать, задать тон дискуссии и разговор, который у нас будет, в показах фильма, который меня, я вот смотрела, потому что в оригинале он мне чрезвычайно впечатлил. Мне кажется, что он впечатлил для вас. Мы его перевели и эвакуировали, чтобы он был понятен всем, в баронской языке, потому что он потрясающе глубокий. И он отражает, в общем, на самом деле, то понимание юзии, к которому мы все стремимся. Находясь вроде бы как еще на старте этих процессов, с другой стороны, эти процессы у нас идут стремительнейшим образом. Это удивительно, и мы очень много взаимодействуем с международным сообществом. Мы приезжаем в Россию, нашим приглашением разными, так сказать, путями, и само совершенно обладевает контекст России тех изменений, которые происходят в течение года. То есть каждый раз. Раз в год если кто-то приезжает, то завтра развлекает что-то изменялось. И потому что с силами цилизируются все больше потягиваются к этому процессу. Но тема нашей сегодняшней дискуссии состоит в том, является ли действительно инклюзивное образование, которое мы любим, лоббируют, об этом, в котором мы являемся, самоцелью. То есть все-таки это некое средство, это некий канал, который должен вывести нас просто к другому обществу. К тому обществу, которое и нам с вами сейчас, на данный период относительно здорового, очень нужно. И почему оно нужно нам, и нам с вами, и наших детям, тем, которые здоровы в том числе. И сегодня мы посмотрим фильм, который забрался в комнате дискуссии. У нас есть два выступления. Естественно, Гленту Челану тоже что-то скажем. У нас есть выступление Гленты Иславны. И у нас одно в таком взаимном программе. А Амин Губрицова, которая нам рассказывает о хорошем, очень интересном и таком уж профессионном опыте лагеря, как формата, в которой они работают, как практики, в которой социальные инклюзии, в которой они движутся. И дальше мы с вами поговорим. У нас есть, в общем, достаточно времени, чтобы все это пообсуждать. И я боюсь, если, конечно, предпочлось, если здесь были какие-нибудь противники Глузии любого интереса, драматичного, но попозже, что в полиции таких нет. Тем не менее, мы будем все-таки говорить, и частные вопросы к нему и так далее. Значит, нам нужно, чтобы было лучше видеть, чуть-чуть, наверное, приглушить форму света. Уже включать? Да, уже включается, но при этом как-то чуть-чуть затяните, чтобы было лучше видеть. наши китайцы. Все хорошо. Все хорошо. Вот так вообще дам. Этот фильм существует вам самостоятельно, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Для этого я не хотел терять связь со школой, и был там волонтером, благодаря этому всему величию способу связаться с огромным количеством своих сверстников, с учителем, которые верили в него, которые у нас были высокие ожидания в его отношении, это дало неуверенность, которого он не популярен, я не в другом случае. Сейчас мы проходим в этом месте с ощущением, что здесь мое место, понимаете, мое место, не на крайней жизни, а в центре всех событий. Так что я думаю, это оказало огромное влияние, но это оказало влияние на нас. Но это также в районе сай, я считаю, что от них есть валинсы с самоей, с сайом может быть слабее требовался в жизни. Если бы был один вичину с кто-то в своей стране здесь нахлечь, то это не нарезать, а сколько мне нужно в цене, это сейчас? Да, но мы еще не можем, что нам в этом месте, потому что нам нужно взять на то, что он сам, что он с этой, что он занимает, что этот парк, что угрозный, с 12-10 миллионов, с 12-12 миллионов, с миссия, столько людей и ценностей, чтобы он занимает какое-то учебное место в нашем сообществе и в нашей семье. Социальные цели. У меня очень отличный вид, с которым я работала, когда он был в первой классе. Мы поддерживали, если я смогла находиться больше в первой классе, у него все хорошо отлично. Мы начали снижать эти семена, и сам в 2000 лет до 80% учебного мира у них было отличной стоимостью. И я рассказала ее людям. И как я подошла на ученицы и сказала, это отличная история. Но посмотрите, посмотрите только подряд, чтобы она была с одномом один и четыре года. Но во всей вине, хоть и все, что пришло на новое дело. А кажется, они 27 лет. Я же все это начитала, и я отвечаю, что они говорят, что готовы мобильяне, в первой классе. Потом я поняла, что хочет проверить Александр Александрович. Я пошла в класс и опросила каждого из тех самых остальных детей. И я задала ученики вопроса. А вот ученики участвуют в первой классе. Что вы делаете вместе? Что было бы в детстве у него в двух классе? Чем три? От него возвращался. Возраст детей был около 70-40. Типа мы играли вместе. У нее очень тяжело. Главное, самоказание, которое было сберегаться в альпад. Я особенно вспоминаю одной из этих деталей, которые они часто показывают, что у него из этих деталей была девочка всегда 7 лет. И я помню, что они ответили о том, чем они учились у своего одноклассника. Что они обязательны быть как все. Что все лично по-разному. Что вы делаете вместе с деталей? И знаете, о чем я думаю? Как еще могут помнить такие поднятия с медленными детями? Я была в бизнес-магазине. Там нет книжек для пилотов, объясняющих такие концепции. Чтобы они были так придуманы, я думаю, что это возможно уменьшить. Не возможно уменьшить эти поднятия, когда мы ухажились. И куда потом сделать этот матч в жизни класса на самом деле, и дешевый способ уменьшить этому детей. Давайте направим. Здесь право жаления и поддерживающие детей, потому что они учат те вещам, которые мы не можем приучить. Я думаю, что чем больше я работаю над детям, тем больше расстраиваюсь. Что мы говорим о релузии или преимуществах, или о цивилизациях, о ее преимуществах, о недостатках, о здоровых учениках. Мы можем говорить индивидуально о ныне, и о том, какое обрушение из-за нее оптимально. И в чем она больше всего нуждается. Мы должны смотреть более широко. Наш общество больше не может позволить изменивировать людей. Потому что мы даже не знаем, что теряет. Мы, как общество, и конкретно, мы даже не замечаем отсутствие истории. Продолжение следует. Ещеens. Я думаю, что бы это был очень интересный. Может быть они уже как нового в следующие методы, гEx 1933, но я пис уже на Roz tatной сеансе. И как он радовался, когда он сказал, что он дал тесты, контролю писания, потому что он был успешен в то время, он проверял, он не знает, как это делается специально, показал, он не знает, его группы и цифры. И он очень остраивался, когда они сделали, потому что он писал легкие, когда мы хотели, и он очень остраивался, когда люди у него снивались. Я бы сказал, что он мог просто передвигаться и буду работать вместе со всеми. Ученики, в частности, согласны теории сангутерминации. Ученики, ощущающие связи с другими людьми, когда знают, что они – честь сообщества. Они учатся, когда чувствуют себя автономными в своем обучении, но он как-то пролирует свое обучение. Так что есть два момента должны присутствовать. Человек был учен на себя, стал стал умным учиться. Помученник стоит учиться. Был учиться для себя умным. А там человек, который стоит решить, должна быть решаемо. Показать все три компонента на месте. Нам это известно только для многолетних исследований. По таким вопросам, как теории сангутерминации, что люди учатся. Поэтому можно просто поверить, что если создать этот элемент, то дети учатся и от этого опталуют. А это еще один подарок, который дети способны для этой системы. Но пока множество от всех, кто создает молодость, очень большие вещей, они никогда не знают. А классы с небольшим разнообразием из тех, что мы видели по нашему мнению, самые активные классы. Потому что, по-моему, на этот эпазон монтации, модификации. Пожалуйста, детей обучающих, семинающих, ютем. Это нечто полезное для всех классов. Что происходит прямо сейчас? Я думаю, люди пониколы, из-за того, что сильная поддержка, которую мы осуществляем в настоящий момент, представляется в предпуске именно из-за. Из-за этого никакого даже не делается. Это просто резкая реакция. Они понятны, потому что думают. Недостаточно денег, недостаточно поддержки, недостаточно всего. Но если мы остановимся на секунду, и мы спросим себя, как вам создать более совершенный дизайн? Как делать стопилку с самого начала? Есть такая игрушка. Не помню, помнишь ли ты ее? Она вечная, потому что я с его даю. И изучающаяся пирамидка. Обычно она завышивается, накачается. Все цветное, обожаю. Какой пальцем она вечером? Самый большой? Да, большой. Сначала она не занимает, затем следующий, и так далее, и до самого резкого. Какой пальцем с вами есть в этом дизайне? Маленький, потому что она не подчаялится. Туда-сюда. Точно. Ну, здесь вот очень укладно. Ей, это, кажется, на самом верху. И вот я думаю, что если все эти пальцы, эти всевозможные, будут учеников в классе, похожие на то, чем мы занимаемся. Мы работаем здесь только в разной способности, разной жизненной условии. Мы должны как-то сопровняться. Как это должно быть? Что нужно делать? Когда мы учим класс, мы метим середину. Правильно? Мы не знаем действовать в образе особой ситуации, мы прямее отказаться. То есть, сначала середины, и у нас еще середины, и начинается со среднего пальца, а то, что метит в середине. Какой пальцем она будет дальше? Меньше. Затем. Да. То есть, мы можем делиться вверх. Выше вверх. Что происходит с нижним пальцем? Ты не можешь это не за. Взять это мотивация. Мы скажем. Ну, это хорошо. Может, кто-то прийти с поддержкой ассистента, кстати, кто-то прийти к ресурсным учителям. Ну, а это вы знали за свою школу. Ну, вот. Мы и сидим. А место, где вам надо поспать, если детей не хватает. То есть, можно просто начать с самого большого колеса, со всеми месяцами для гранитики. Ну, это нужно начинать с нуля. И так, вернуть их силой на дыхание и готова для все остальные элементы на месте. Потому что для него во всём мире мы не найдём, чтобы поедать. Мы в мире найдёте достаточно денег, надо сделать общий дизайн. И поэтому я думаю, что учителя на самом деле должны сделать шаг назад и потом задидеть мазью, чтобы поезд. Чтобы все мои дети могли начать вместе. Если там шутка заставит всех, закончат на одном месте, давай начнём вместе. И дети решат куда пойти. В общем, все эти разговоры такова. Инклюзивное образование возможно. Возможно, для ребёнка с инвалидностью завести друзей или показать, что она умеет, чем она нужна. Для их сверху, как без инвалидности это возможно с помощью, например, журналисты, с людьми и с инвалидностью. Передокол прошли, используя навык учащих практик, с тем, что они отвечают на различные условия, сушенковые. Инклюзивное образование дает возможность сделать школу лучше для всех. Инклюзивное образование может представить школы и их сообщества за них уважением и поддержкой. ГОВОРИТ ПО-РЕГИТЕСЬ ИРАГИТЕСЬ Ну, не очень было чётко, когда послухло. Ну, то самое большое было. Вот, я делала не много, я делала то, что там, наверное, для того, чтобы большого показа на интернете нормально звучит. Видимо, я знала, чуть-чуть там нужно было. Ну, я надеюсь, всё равно было всё понятно, да? Вот. Я говорю, что этот фильм я впечатлила, что у вас впечатлил этот фильм? Нет, мне сам это впечатлил. И, действительно, те проблемы, которые обсуждались, они те же самые проблемы, которые дают все люди, которые научили себя зацепить. И, собственно, поскольку я занимаюсь на 3-7 молодых лет, вы должны ждать их реализации в общей образовательной школе достаточно хорошо, я понимаю, что те люди, которые успешны, председательные реализации в общей образовательной 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 обучения, они так замечают, что они независимо не от чьи-нибудь. Да, потому что, да, действительно, нужно по-другому смотреть на школьное сообщество, на сообщество детей любого возраста. Действительно, обязательно нужно понимать, что жизнь не начинается что ли и не кончается что ли, да, что это, так как, последовательная смена социальных групп, в которых так или иначе включается любой человек, но мы говорим, естественно, о тех, кому труднее включаться, какие социальные группы, это люди с особыми возможностями, с особыми проблемами, особенно это касается, конечно, людей с расстройством артистического спектра, потому что для них все сложнее становится из-за их особенностей, из-за особенностей образовательной структуры, сложившейся в сообществе, достаточно жесткой, плохо меняющейся. Я согласна абсолютно с этим фильмом, что через инклюзивные процессы, которые будут происходить в школе, будет меняться школа, потому что кроме детей с выраженными особенностями, в школе очень много детей, которые плохо, детей непограничны, для которых совершенно необходим такой же особенный подход и для учителя. И в наших школах мы очень часто видели, что, знаете, дети сопровождаемые тьютером, например, в старшем классе, у нас один тьютер на двоих детей с расстройством артистического спектра, обязательно загибалась другая. Из детей, так или иначе, выбивая их на праве вот это сообщество в школе, к нам обязательно пристраивались... Без диагноза, да? Абсолютно без диагноза. Мы говорим, что диагноз – это не образовательная категория, надо от нее освобождать. Есть дети, у которых оставлено на второй год, дети, у которых не сложились отношения с учителем. Это тоже очень важно, и это тоже очень влияет на социализационное образование, как говорится даже, название в нашей секции, да? Поэтому, несомненно. я даже вспоминаю, вы знаете, историю, которую мне, ну, когда-то сказала все-таки Александра Заблю, ваша коллега, да, я очень известная тоже специалист, что-то я не видела на конференции, она тоже где-то занята, но человек с большим еще опытом в образовательной работы, в будущем в образовательной школе, я просто помню, когда-то мы сидели, беседовали, мы давали весь интервью с ней, конверсантку, и вот это все, и она рассказала историю о том, как у них просто девочка, прекрасная девочка училась в школе, призывная, обычная девочка, и в шестом, или седьмом классе случилась трагедия, и у нее погибли родители, в автопедостройке, и девочка совершенно, ну, то есть, она, она пришла такую травму, она подъезжала на этот удар, что, в общем, все, все ее, так сказать, учебное образование, в общем, полетело, и если бы эта девочка была в условиях другой, гораздо более жесткой школы, то она бы просто была выведена. Вот для того, что она училась сзади в обычный ребенок, она училась в инклюзивной школе, где уже были наработаны практики гибкого подхода, где ни одна проблема детей воспринималась как проблема только для ребенка, а воспринималась как проблема, на которую должен педагог, психолог дать ответ, что это не частное, личное дело ребенка, но он хороший, который стал плохой, и, соответственно, мы от него, не знаю, избавляемся, сбываем его существовать. То есть, именно благодаря тому, что школа работала с утичными детьми, имела прекрасные ресурсы, инструменты гибкости, ребенок, попавший в такую ситуацию, обычно здоровый ребенок, смог получить поддержку и вырулить, да? поэтому мы не знаем, кто кого ждет, мы живем в дни колоссальных рисков, и поэтому мы максимально заинтересованы в том, чтобы наше общество было инклюзивным. что еще, я просто быстро скажу, почему меня впечатлил этот фильм, как раз то, что тоже она отметила, он впечатлил меня тем, что проблемы везде одинаковые. То есть, когда мы говорим, что у нас какая-то там, не знаю, плохая страна, я ужасно не люблю разговоры, когда говорят, что у нас плохое общество, поэтому нам инклюзия не подходит. потому что общество то или иное, это как раз уже результат, это продукт процесс инклюзивный, да? И если мы хотим, чтобы общество стало лучше, давайте заниматься с детского сада инклюзивным образованием, вот и все, это прекрасный способ сделать общество лучше. Но на самом деле мы, я вообще не люблю, у нас прекрасные, в этом смысле, прекрасные люди. История российская, вообще-то, на самом деле, изначально из глубин веков, инклюзивного. У нас не было ни одной царской семьи, ни одного больного ребенка. И никогда этот ребенок никуда не сегредировался, он был частью семьи. То есть, для истории, для России, для православной и христианской страны инклюзивные темы глубинно, они новые. И поэтому, когда я смотрю этот фильм, я слышу какие-то вот барьеры, которые озвучиваются, да? Или какие-то мифы, или какие-то концепции, ну, концепты такие, как сказать, в общем, на самом деле, искусственные, которые оспаривают, да? Я вижу, что они такие же и там, в стране, которая занялась инклюзивным образованием, раньше. То есть, мы в этом смысле, не более обсталые, не более передовые, мы просто обычное человеческое общество, которое должно решать эти задачи, как это решается в других странах. и вот это, то есть, у нас в этом смысле, очень общее поле, все понимают, как бы, вот такую проблемацию. Но, значит, смотрите, у нас будет еще дискуссия, безусловно, и мы, единственная просьба, поскольку идет съемка, поднимать, попросить микрофон, чтобы вам давали, да? для высказывания. Но у нас еще есть два сообщения. Давайте мы послушаем коллег, да? Послушаем презентацию, хорошую, интересную. Только мы, ну, в регламенте, да? Лена, давайте вы, а потом Аня. Хорошо? Потому что нам сейчас немного посмотрели американская реальность, но никак. И сейчас мы немножко послушаем нашу отечественную картинку. Добрый день. Мне, наверное, нужен микрофон. Добрый день. Меня слышно? Меня зовут Руднева Елена Владиславовна. Я педагог-психолог Федерального ресурсного центра и аспирант МГБПУ. Сегодня вашему вниманию хочу представить доклад формирования социальных навыков, необходимых для адаптации детей из рас к школе. Глобальная распространенность расстройства аутистического спектра велика. Так, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что один ребенок из 160 страдает этим нарушением. И это означает, что такие дети все больше и больше будут приходить в образовательные организации. И для успешного включения детей с рас в образовательную среду необходимо сформировать у них базовые социальные навыки. Но многочисленные исследования показывают, что такие навыки у детей с расстройством аутистического спектра не формируются естественным путем. и для их формирования необходима целенаправленная психолого-педагогическая коррекция. Мой опыт работы с детьми с раз дошкольного и младшего школьного возраста позволил составить методические рекомендации по формированию социальных навыков. И их использование психолого-педагогической работе будет способствовать эффективному включению детей в образовательную среду. Такие рекомендации могут быть использованы педагогами и психологами в коррекционной работе с детьми с раз. В дальнейшем я надеюсь, что на основе этих данных у нас получится разработка психолого-педагогической программы и диагностического инструментария. для того, чтобы в целом исследовать уровень социализации детей с раз, мы использовали шкалу адаптивного поведения Вайлент. В исследовании участвовало 117 детей и на данном графике вы видите сравнение уровня развития по пяти шкалам, то есть коммуникация, бытовые навыки, социализация, моторики и адаптация. Представлены профили трех детей, на которых видно, что именно область социализации является самой низкой, но также является область коммуникации тоже низкой, часто объединяет эти две области, и они формируются параллельно как бы в связке, но здесь я хотела отобразить, что именно социализация является такой цитарной областью для детей с расстройствами аутистического спектра. Непосредственно сам уровень социализации мы измеряли с помощью той же методики, с помощью шкалы социализации. Шкала социализации содержит в себе три субшкалы, это межличностное взаимодействие, то есть мы смотрели, как дети вступают в взаимодействие, как они его поддерживают, как они находятся в этом взаимодействии, второе, это игра и времяпрепровождение, как дети играют, как они играют с игрушками функционально или просто манипулируя, могут ли включаться в игру с другими детьми, со своими сверстниками. И третья субшкала, это, собственно говоря, навыки сотрудничества, то есть не только просто вступление во взаимодействие, но и уметь сотрудничать в этом взаимодействии, делиться игрушками и материалами, что-то предложить, чтобы решить какую-то учебную задачу или провести свободное время, допустим, на перемене. И на графике видно, что большинство детей, принимавшие участие в этом небольшом эксперименте, имеют низкий уровень социализации по всем трем шкалам. Далее хотел бы привести такое сравнение детей, у которых были результаты низкого уровня, среднего уровня и высокого уровня. Например, по межличностному взаимодействию дети с низким уровнем социализации показали, что большинство навыков у них не сформировано или сформировано частично, а это означает, что им постоянно нужно сопровождение взрослого, помощь и подсказки. Дети со средним уровнем социализации уже имели навыки сформированными и могли применить их самостоятельно, но 50 на 50. половину времени они могли быть самостоятельными в обучении, половину времени им нужна была помощь взрослого. Дети с высоким уровнем показали хорошие результаты, сформированные социальные навыки, но иногда свои навыки они применяли и показывали нам не всегда в обычной форме, не такой, как мы привыкли в общей приемлемой. По субшкале игра и времяпрепровождения такая же ситуация, дети с низким уровнем не самостоятельны, дети со средним уровнем могли дать половину времени самостоятельны, дети с высоким уровнем практически самостоятельно применяли перечисленные социальные навыки, иногда им требовалась подсказка взрослого и соответствующая картинка по навыкам сотрудничества. Хочу также отметить, что несмотря на то, что дети с расстройством атистического спектра с высоким уровнем социализации, хоть они и могли самостоятельно взаимодействовать, играть, сотрудничать со сверстниками и со взрослыми, но мы отмечали часто, что это было необычной форме, все-таки черты расстройства атистического спектра придавали взаимодействию таких детей специфическую форму, необычную. Измерение уровня социализации детей с рас позволило нам выделить основные навыки, которые необходимы детям с взрослой атистического спектра именно для того, чтобы обучаться и включаться в образовательную среду. И такие навыки были разделены нами на две подгруппы. И первая подгруппа это социально приемлемое поведение на уроке. То есть, это те навыки, которые необходимы детям для того, чтобы они могли эффективно включаться в обучение, взаимодействовать с учителем и принимать те знания, которые учителем дает. И вторая подгруппа навыков это взаимодействие со сверстниками и взрослыми во время урока и на перемене. Но, в основном, эта группа навыков применялась с детьми на перемене, умение, допустим, взаимодействия со сверстниками в игре, как провести перемену для того, чтобы отдохнуть и спокойно вернуться на следующий урок. Мы обучали по такой программе детей 6-8 лет, то есть, это были дошкольники, которые уже готовились поступать на следующий год в школу. Дети с расстройством астетического спектра и с уровнем интеллектуального развития, задержка либо легкой степенью умственной отсталости. Помимо самой программы, самих наук, которую мы формировали, для детей были созданы адаптированные условия обучения, такие как визуализация учебных материалов, много того, что в школах учитель дает в формате лекции, мы для наших детей переводили в картинки, видеоматериалы, какие-то социальные истории. Было у нас визуальное расписание, например, как в привычной форме в дневниках, у нас расписание уроков, а для наших детей мы давали такое же расписание уроков, но только в картинках для тех, кто еще не научился читать. Ну и потом мы учились переходить непосредственно на классическую форму, то есть расписание в буквенном варианте. Использовали пошаговое обучение, например, мой любимый пример игра съедобно-несъедобная. Первый шаг у нас было ловить или отбивать мяч, мы учились ловить или отбивать мяч. Вторым шагом это сортировка, умение называть и идентифицировать съедобные предметы и несъедобные. И потом уже мы соединяли наши знания с помощью сначала визуализации мы раскладывали какой это объект, съедобный или несъедобный, что мы дальше делаем, ловим или отбиваем мяч и потом уже производим действие. Ну и следующий шаг, это уже игра в общепринятой форме, которую мы все знаем, дети к концу года, мы обучались год, могли спокойно играть друг с другом, не только со взрослым, они выходили с удовольствием, кто-то хотел быть водящим, кто-то хотел быть игроком. Использовалась нами система поощрений, дети собирали наклейки или жетоны, вы наверное слышали такой термин, за хорошее выполнение и за хорошее поведение на уроке, то есть мы не только поощряли правильное выполнение, правильное решение примера или правильно прочитанное предложение, также мы поощряли умение, ты хорошо поднял руку для того, чтобы ответить, ты хорошо сидишь и ждешь следующего задания и так далее, то есть поведение, которое мы формировали, мы тоже отмечали и поощряли. Ну и две минуты. Да, спасибо. И подбор учебного материала был осуществлен с учетом интересов учащихся. Здесь я показала непосредственно визуальное расписание, оно слева видно на картинках, последовательность деятельности на уроках и систему поощрений справа, жетоны, дети получили жетоны и все пошли на перемену. И адаптированная среда, это непосредственно, у нас урок был разделен на две части, первая часть это в классе, то есть задание когнитивное делаем в классе, среда классного урока. А здесь представлена среда непосредственно уже перемены, где формировалась вторая группа навыков это взаимодействие со своими сверстниками. Здесь вы видите, что среда на полу структурированная, здесь есть места для сидения детей, но это не стулья с партами, а вот такие вот мягкие пуфы и кресла, ну и там, конечно, в этой комнате наполненность такова, чтобы дети могли провести перемену. Именно здесь мы учились во второй группе наупов. Ну и, подводя итог своему докладу, хотела бы вынести несколько выводов. Социализация является одной из самых дефицитарных областей развития детей с рас. И, вне зависимости от уровня социализации детей с рас, низкий он или высокий, все равно, мы наблюдаем специфические черты, характерные таким детям. Формирование учебного поведения и навыков взаимодействия детей с рас, способствует включению таких детей в образовательную среду. И программа, по которой мы занимались, она действительно позволила нам потом включить этих детей, они у нас потом пошли в школу, то есть добились наши трения. На этом все. Лена, у меня вопрос. Во-первых, я посмотрела там данные, которые собирали, там было межличностное взаимодействие, да? исследовали это взаимодействие, то есть вы считали какие-то эфирации, сколько было случаев взаимодействия, а скажите, эта среда была только дети с раз, или там были типичные дети? Процедура обследования такова, что мы приглашали и взрослого, и ребенка, то есть сначала мы опрашивали взрослого, то есть тратили. А у детей без аутизма не было при оценке нежличностного взаимодействия? при оценке был только взрослый человек и ребенок с раз, других детей, к сожалению, не участвовали. на самом деле было бы интересно посмотреть как происходит взаимодействие в среде только аутистов, как известно, коллектив создать из аутистов крайне сложно из аутистов и посмотреть как бы менялись даже без дополнительных вот без дополнительных участия взрослого то есть вот это был бы интересный эксперимент вам как эспирантки я такую идею подрасываю посмотреть то же самое количество итераций количество реакций когда просто просто рядом будут обычные дети без каких-либо даже дополнительных усиливающих вот это было бы очень интересно я с вами согласна да вот спасибо большое есть есть вопросы да подождите подождите неправда потому что мы пишем иначе мы не запишем спасибо можно уточнить там хотя бы у вас статистика привезена 76% детей с раз имеют низкий уровень социализации это по какой выборке это это я представила результат собственно говоря вот этого нашего исследования принимали участие 117 детей 76% из 117 детей имеют низкий уровень спасибо может может больше технических вопросов находиться с программой вашей где-то можно она доступна ознакомление с ней вы программами сейчас в рекомендательном форме в будущем я надеюсь что программа будет составлена и будет написано методическое руководство сейчас в разработке это федерального вы вы говорили о занятиях 6-8-летних детей о ранней младшей дошкольной возрасте и насколько зависит успешно воспитание детей младшего дошкольного возраста рассказывать про свой опыт непосредственно я его никуда не оформляла не представляла еще сейчас у нас запустился проект по ранней помощи детям с раз то есть у нас к нам приходят дети от 8 месяцев до 4-х лет и мы только-только начали собирать данные ну вот как раз в этой зависимости чем раньше будет оказана помощь будет ли потом другие результаты у детей но я своего опыта могу сказать что это зависит чем раньше мы начинаем не только обучать бытовым навыкам социальным навыкам но вообще всем навыкам детей с более раннего возраста то потом включение в образовательную среду проходит более гладко легко да я думаю что я хотел услышать занимаетесь таким младшим потому что я работаю в Московском областном так за год достигнув который нам достичь за год таких наших успехов и потом в школу не нет не 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 дети попадают в раннюю помощь чтобы мы не сосредотачивались нам много 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 лет на исключительно реабилитационном таком специально организованном режиме чтобы только врачи чтобы только специалисты то есть мы должны получить ребенка в раннюю помощь организовать структуру помощи понять какой требуется более оптимальный маршрут и не имея максимально быстро запускать естественную социальную практику реабилитацию осуществлять в естественной среде и тогда реабилитация идет в разы пяти то есть инклюзивная среда вообще инклюзивная компонента наличие типичных сверстников имеет мощнейший терапевтический эффект именно терапевтический эффект и это проведено очень много исследований когда дети погружались в очень крутую реабилитационную ситуацию где крутые специалисты богопеды все создано все и вот на них работают и в принципе идет работа занятия коллекционная учебная педагогика коллекционная работа но в среде естественных сверстников в разы то есть графики в разы показывают успехи тех кто проводит коррекцию среди естественной среди среди в разы на самом деле эффективность выше поэтому естественно мы должны сперва как бы у нас выделяется всего своих особенностей мы его забираем для того чтобы оценить индивидуализировать маршрут взгляд поработать семьей сделать ее в том числе терапевтической чтобы жизнь жизнь не в смысле превратить специалистов родителей а в смысле организовать жизнь таким образом чтобы она максимально поддерживала то что делают специалисты специалисты создает вектор но жизнь ребенок должен играть учиться родить везде он должен в первую очередь быть ребенком понимаете эти моменты это очень важно я специалист социальной реабилитации я не умею я вообще учился но да у нас очень много понимаете и дцпшные дети вкладывают жизни потому что в нашем инклюзивном проекте у нас не только большая часть детей с аутизмом у нас есть дцп у нас есть синдром даун и так далее модель инклюзии она на всех детей распространяется и когда мы видим как убивать с дцп с детьми для того чтобы научить ребенка ходить она нужна добиваться не того чтобы он все свое детство когда он может играть ходить на спектакле на коляске он должен в детстве проживать мы должны с вами силы усилить не на то чтобы его как-то мучительно с болями заставить ходить а за то что он на этой коляске есть но живет нормальная содержание детской жизни мы должны бороться чтобы безбольверная среда была а не за его ноги все положить решить ребенка детского понимаете то есть это вопрос именно вот этих приоритетов то есть то что если мы знаем что у нас организован всегда таким образом что ребенок не ходит как угодно мучительно страшно но он будет лишен социальной практики то это ненормально понимаете вот и все мы не должны решать детей мы не должны усиливать их страдания которые в связи с тем что они и так и страдают это простите я вот уже как-то пустила хотела еще добавить что сказали что нету представления о том как дети 6-8 лет приходят и добиваются таких результатов все таки могу сказать что большинство родителей занимаются и до этого возраста они постоянно посещают какие-то занятия центры и часто приходят к нам дети которые уже имеют частично сформированные навыки обучения и просто мы уже продолжаем вот эти наметки разрабатывать да и формировать уже в адаптированную форму это действительно так потому что смотрите тут очень важная проблема все вместе что ребенок сразу тот ребенок который без помощи взрослых заинтересованных взрослых ни на каком этапе двигаться дальше не сможет если он только в 6 лет оказывается среди взрослых помогающих то конечно это совсем трагическая ситуация которая имеет и последствия трагические и собственно вот то что показали это тоже что-то причастное то есть вы понимаете что перемена в таких условиях и перемена школьных условиях это гораздо меньше понятно что социализация и поддержка социализации не закончится все равно будет последовательная работа не предпочитающая у нас еще доклад Анна Петрицова сейчас нам расскажет про опыт очень такой содержательный выставленный и уже простроенный лагеря Добрицова какого и что они выставлены представьте сальчик всем здравствуйте меня зовут Добрицова Анна благотворительный фонд помощи детям и взрослым с особенностями развития открыть мир мы работаем в городе Костроме 2006 года и как раз наша работа начиналась с лагеря потому что а что это такое? не могу сказать что это не знаю что стучит в мою сеанс немножко нет флажки нет мы уже 12 лет почти работаем с детьми с аутизмом начинала я еще как студентка и сама явилась учредителем фонда в общем все начиналось у нас с лагерей и вот как раз был вопрос по поводу и Екатерина сказала про то что детство не нужно лишать и вот лагерь это качество жизни детей с аутизмом это одна из важных частей не знаю потому что дети с аутизмом тоже имеют право отдыхать имеют право поехать куда-то без родителей и родители имеют право на небольшой отдых лагер тема моего выступления будет лагер площадка для стажировки специалистов и общение детей с расстройством аутистического спектра со сверстниками но я немножко про историю расскажу вообще это интегративный лагерь то есть лагерь который адаптирован для детей с аутизмом там очень много поддержки для детей используем методы имеющие научно доказанную эффективность это не лагерь это не интенсивные курсы это не реабилитация это задача стоит отдыха и этот отдых мы делаем доступным для детей с аутизмом любой формы любой любым нарушением коммуникации то есть любой ребенок с аутизмом может поехать в такой лагерь без поддержки родителя в лагере ему будет оказана поддержка в виде консультанта или двух консультантов если это потребуется такой лагерь мы стали делать в 2016 году когда мы выиграли стажировку фонда обнаженные сердца может быть кто-то из вас слышал о программе ли это со смыслом мы поехали в Америку посмотрели как устроен лагерь и потом сделали сами такой лагерь и мы сделали его максимально приближен к американскому лагерю после этого мы делали подростковый лагерь еще была смена у нас ездило в этом году 20 детей 14 детей с аутизмом и 6 типично развивающихся детей то есть мы увеличили в этом году количество детей вот и вот буквально вчера мы узнали что мы выиграли президентский грант на два на проведение двух лагерей в следующем году вот почему мы считаем что лагерь это стажировка для педагогов ну во первых потому что ну как во всех городах во многих городах у нас началось началась эпопея с инклюзивным обучением вот получилось так что эта инициатива была родителей и нашего фонда и мы самостоятельно собирали деньги проучили на дистанционных курсах по прикладу анализ поведения но оказалось что этого недостаточно вот и получается что будущие тьютеры поехали с нами в лагерь только в лагере они увидели детей с аутизмом они попробовали вообще использовать методы которые работают и они увидели что даже пять дней если мы используем методы которые эффективны те которые нужны что за пять дней даже можно что-то исправить изменить что дети могут пробовать что-то новое участвовать в активностях общаться пробовать новую еду хотя у нас нет такой задачи что мы их заставляем это делать или что у нас такая цель научить ребенка поесть новую еду то есть у нас таких задач нет это происходит намеренно так скажем побольше эффект использования той поддержки которую мы используем и так что помогало в лагере это использование стратегии поддержки это поощрение визуальная поддержка структурированная среда многое из этого вам известно использование функциональной коммуникации опять же если у нас ребенок приезжает который не использует например нет у него средства коммуникации а он при этом не говорящий мы конечно можем предложить какое-то средство для коммуникации но это не значит что мы его в лагере будем учить этому то есть мы делаем так как он привык то есть максимально комфортно для ребенка если у нас ребенок не ест какую-то еду то мы имеем возможность такую чтобы у ребенка была та еда который привык есть ребенок чтобы он не был голодной потому что мы знаем что это может привести к нежелательным поведениям про педагогов чтобы нас есть команда консультантов у нас есть команда которые занимаются программными задачами то есть они организуют досуги для детей у нас есть команда которая занимается поведенческими проблемами То есть это люди, которые имеют опыт работы с детьми с аутизмом, которые умеют справляться с трудными ситуациями. И консультанты, многие в первый раз сталкиваются с детьми с аутизмом, они могут вызвать человека, у которого есть больше опыта, и тот помогает уже справляться со всем этим. Я сказала о том, что в нашем городе недостаточно квалифицированные кадры для работы с детьми и подростками с аутизмом. И перед лагерем мы проводим специальные семинары, чтобы рассказать о тех стратегиях, которые мы будем использовать. В первый день лагеря мы пробуем все методы, то есть мы, если говорим о том, как важны рутины, то мы пробуем эти рутины вместе с педагогами пройти и создать для ребенка. Если мы говорим о визуальной поддержке, то мы вместе с педагогами делаем эту визуальную поддержку для каждого ребенка свою, и каждый педагог может все это попробовать на себе. Если мы говорим о том, что завтра приедут дети, и мы пойдем с вами в бассейн, то педагоги в первый день идут в бассейн и думают о том, как им нужно сообщить ребенку, где заходим, как заходим, где опасная зона. То есть они об этом думают на себе, чтобы было время что-то исправить, и чтобы уже дети приехали, и для них было более понятно. Кураторство во время лагеря. Ну я говорила о том, что у нас есть поведенческая команда, мы используем рацию, у нас нет телефонов, у нас запрет на гаджеты. Мы знаем, потому что дети с аутизмом очень любят гаджеты, и есть дети, которые могут плохо себя вести от того, что кого-то увидели от телефона, например. Но опять же несправедливо, то есть это все дети в лагере типично развивающихся тоже не используют гаджеты, потому что было бы несправедливо, если бы дети типично развивающиеся могли бы звонить родителям, а дети с аутизмом не могли. То есть все в одинаковых условиях. Если мы носим часы-трекеры, то все дети носим часы-трекеры одинаково. То есть у всех одинаковые условия. По рациям консультант вызывает специалиста-поведенщика. У нас на американский манер, чтобы быстрее было говорить, мы использовали сигнал ТЭК. Это аббревиатура. И каждый день мы разбираем поведение. У нас кураторы собираются вместе, как обсуждают проблемы детей. Поведенщики и программные специалисты тоже. То есть мы можем вечером еще проанализировать ситуацию и помочь консультантам справиться. То есть мы можем поменять, если не работает визуальное расписание, которое мы делали до лагеря, значит мы его вечером переделаем, завтра оно будет другим. И обратно связь после лагеря. Ну вот когда мы первый раз делали лагерь в 2016 году, мы столкнулись с тем, что не сильно много желающих консультантов, и поэтому мы брали всех, замаливали. Но это так делать нельзя. Почему? Потому что могут поехать люди, которых вы совершенно не знаете. И у этих людей тоже могут быть какие-то особенности, которые недопустимы в работе с детьми. В общем-то, после лагеря мы можем дать рекомендацию человеку, который хочет пойти тьютером или работать с детьми с аутизмом. То есть мы можем человеку рассказать его сильные стороны, что у него получилось в лагере и над чем можно было бы поработать. То есть в лагере очень хорошо видно человека, на что он способен. Если даже он ходит, например, на какие-то курсы, на подготовку к школе раз в неделю, то мы не можем увидеть педагога, насколько он может работать с детьми. И вот в этом году у нас был такой опыт, когда в лагерь у нас поехала учительница. У нас есть в Костроме такое поселок Красное на Волке. И у них в прошлом году пришла девочка с аутизмом в первый класс учиться. Но, естественно, никто никаких методов не использовал, не преподобно расповедение. То есть с ней общались как с обычным ребенком. И использовали, то есть они все следовали за ней. Девочка вела себя ужасно. И учительница была из этой школы. Она с ней не работала, но она видела все ее поведение. Она у них была неуспешной девушкой. В лагерь эта девочка поехала не со своей учительницей. Мы ее специально разделили, потому что учительница могла бы демонстрировать привычные методы работы с этой девочкой. Когда, естественно, никто не был бы успешен. И учительница у нас была с другим мальчиком. И она могла наблюдать за этой девочкой, какая она может быть. И она приехала в школу свою. И на пенсовете она рассказала, что важно узнать особенность детей с аутизмом. Важно, что они могут быть успешными. Но нужно просто найти к ним правильный подход. И про сверстников немного скажу. У нас хоть их и немного, но у нас их довольно много. То есть у нас их 30%. Хотя, может быть, и меньше. По условиям программы. По условиям программы у нас были несколько команд. То есть у нас было три команды в этом году. И в каждой команде мы сделали, что у нас два типично развивающихся ребенка. В соответствии возраста команды, которые были. У нас есть система поощрения для типично развивающихся детей. Но в прошлом году были бусины, которые они собирают. Они до начала программы, в первый день, когда мы все приезжаем, их забирает психолог. И рассказывает им об аутизме. Рассказывает им о стратегиях поддержки. Как вовлекать детей в игру. И каждый день они за пять дней собирают вот это вот слово «пост». Это как раз стратегия, которую мы используем, которую мы рассказываем детям. Семинары для сверстников проходят каждый день. Мы понимаем, что дети типично развивающиеся, что они могут в каких-то моментах не понимать, что они могут уставать. И мы их отводим в определенный момент. А, еще бывают активности, которые им просто неинтересны. Мы их отводили на полчаса. И говорили какие-то... Ну, не знаю, у них были игры, в которых они учились тому, как общаться с детьми с аутизмом. В этом году у них была система вот такая жетонная, потому что они видели, что у многих детей с аутизмом тоже есть жетоны. Вот. И чему научились мы, как раз используя вот такой подход, потому что мы часто забываем, кстати, о детях типично развивающихся, что у них есть свои интересы, свои какие-то увлечения. И благодаря лагерю, например, многие родители, они же заполняют анкеты, родители детей с аутизмом заполняют такую же анкету, ну, примерно такую же, как родители типично развивающихся детей. И когда у них стоит вопрос, а какие интересы у вашего ребенка, многие родители в первый раз только задумываются, что это важно может быть для их собственного ребенка. Когда дети приезжают, что они о лагере, у них остается какой-то отпечаток, след, да, и они еще в конце получают, в этом году у них были подвески в виде лапки, которые символизируют то, что они познакомились с детьми с аутизмом, что у них есть отпечаток, и вот как-то все это так преподносится им. Может быть, есть вопросы у вас? Вопросы? Все? Ну, я показала кусочек видео, это последнее видео, вот, ну, в смысле, это последний день в лагере с родителями, с консультантами и типично развивающиеся дети. Все вместе. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то, вот такой у нас лагерь. Недавно, в октябре, мы представляли свой лагерь на конгрессе, на международном конгрессе лагерей. Мы стремимся к совершенству, мы делаем чек на стыдной безопасности, мы хотим сделать так, чтобы было все удобно для детей с аутизмом, чтобы любой ребенок мог поехать в наш лагерь. И чтобы родители в это время могли отдохнуть. Вопросы? Лидия, можно я, скажем, быстро утащу просто? Анна, спасибо огромное. Это сигнал. Я знаю, что вы работаете очень круто в этом формате лагеря. Мне интересно, вы все время говорили про людей, которые курил, вы называли их координаторами. Как вы их вообще в пихоте там называете? То есть они, ну, как вы все-таки позиционируете? Я бы, например, предпочла слово «лажатый». Нет-нет-нет, и нас, и нас. Потому что, когда мы говорим «консультант» и так далее, то есть опять уже очень... Знаете, как бы, вот вначале было слово, да? То есть чем больше естества, в том числе, в назывании, тем меньше, как бы, нам вообще даже в языке надо уходить, от всяких вот этих специальной терминологии, эволюционной вот этой вот лексики и так далее. Ну, мы в итоге... Они же вожатые, просто вожатые. Ну, у нас это не совсем вожатые. Потому что у нас у каждого ребенка свой консультант. Практически у каждого ребенка свой консультант. У нас не было в этом году таких детей, которым нужно было бы одного консультанта, а на двоих. То есть это не вожатые. Вожатые – это когда целая группа детей, и у них кто-то один, там, не знаю, тим-лидер, вожатый, да? То есть это было бы логично. У нас они консультанты, нам привычно. Мы работаем в таком формате. Поведенческое... Нет, они могут быть, по сути, консультантами, но в языке... Ну, мне кажется, что это имеет значение. Тим-лидер. 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 Простите, да. Давайте вопросы еще. Ну, я думаю, что у вас получается еще чуть-чуть кулаки, так и кадровая лаборатория, да? То, что вы сказали, что происходит. Ну, вот получается, что в этом году летом у нас несколько тьютеров и учительницы, которые были в лагере и пришли в стажировку. Да, то есть они, получается, прошли практически. Понятно. Давайте вопросы. У меня такой вопрос. Где вы находите нормативичных детей для такого лагеря, или как происходит набор таких детей? Ну, раньше мы предлагали поехать сиблингом, и у нас в этом году какое-то чудо чудесное произошло, когда у нас было пять детей, которые не сиблинги, и один сиблинг. Ну, в смысле, сиблинг – это тот, который имеет брата или сестру с аутизмом. А остальные приехали, ну, у нас были сотрудники, дети сотрудников, несколько человек, и кто-то сиблинги ездит отдельно. Ну, бывает просто знакомые приезжают. Ну, просто чем больше будет набирать силу, ну, то есть такая работа, тем больше будет движение будет, то есть люди будут сами искать. Как вот у нас тоже в течение какого-то количества времени мы работали, и теперь как бы в инклюзивный сад хотят дети, родители здоровых детей тоже отдавать, потому что они понимают, что там гораздо более лучше и обучающие, и социальная среда, и так далее. То есть не орудно детей, как минимум, в инклюзивной школе. Просто мне кажется, что вам уже можно специально как-то пытаться все-таки в этом направлении работать, потому что вы понимаете, что это не инклюзивная среда 30% детей, да? У нас нет задачи сделать инклюзивную среду, потому что мы понимаем о том, что... Ну, мы знаем, что у коллег, которые делают такую же программу, или это со смыслом, что у них был опыт инклюзивных лагерей, но туда едут все равно дети очень легкие, которые, ну, высокофункциональные. То есть тяжелые дети с тяжелым опытом не попадут в такой лагерь. Мне кажется, что это не совсем... Мне бы что, с собой же не стало. Это логично, правда, в центре лечебной педагогики, и достаточно тяжелые дети были. Все-таки задача инклюзивной среды, мне кажется, она сама по себе. Ну, мы останемся в этом формате, в котором мы сейчас работаем. Вы же оцените то, что у вас появились эти типичные дети? Вы оцените это? Они у нас всегда были. Но для вас это не ваша информация? Значит, вы разные. Дети типично развивающиеся были всегда. Опять же, я мама детей типично развивающихся, у меня нет ребенка с аутизмом, и мои дети выросли в таких лагерях, то есть я ездила и беременная в лагеря, и они выросли среди детей с аутизмом, и никакой, ну не знаю, у нас не было каких-то специальных навыков, как нужно общаться с детьми с аутизмом. Они просто это знают, потому что они выросли вместе с этими детьми. Это просто друзья, которых они приглашают на праздники. Да, они знают, что с некоторыми детьми нужно общаться с помощью карточек, то есть какие-то моменты они знают. Но при этом они говорят о том, почему ребенку с аутизмом нужно давать поощрение, почему мне не дают поощрение. То есть они тоже умеют... Они тоже могут давать. То есть если мы говорим в школу, когда приходят дети... Нам с вами надо давать. Всем давай. Давать нужно тогда, когда есть какая-то сложность. Я, извиняюсь, захватила микрофон и хотела задать вопрос. Его не меняли, поэтому я вот так надо на всех поговорю. Я в Иваново под МЛО Санкт-Петербург. И у нас, да, у нас разные возраста, и уберяя детские сады, и случаи в школах. И все, что мы делаем, это включение детей особых в среду, детей обычных. И наши, мне кажется, максимальные проценты особых детей – это 30%. И скажем, в лагере у нас 80 человек, у нас 12 человек детей, и 2-3 сопровождающих, которые помогают. Мой вопрос будет как раз о процентном соотношении детей. И если вы не создаете инклюзивную среду, то в чем вы видите смысл их присутствия? Во-первых, мы проводим программу, мы делаем программу интегративного лагеря «Лето со смыслом». Мы делаем по модели, которую мы видели в Америке, мы делаем ее приближенно максимально в российских условиях. У нас есть определенный этический кодекс, у нас есть определенное количество, ну, типично детей, которых мы можем взять, то есть это 50% лагеря, для того, чтобы дети с аутизмом могли попробовать, то есть они не просто были в этой среде инклюзивной, мы знаем, что в школах, да, дети находятся в школах, но при этом много ли детей хорошо учатся в школе, в смысле, хорошо, что они усваивают что-то, да, ну, вот я про наш город, например, говорю, да, да, дети у нас находятся фактически в школе, да, это вроде бы инклюзия, но по сути это иллюзия. У нас лагерь, который предполагает, что у нас адаптированы условия для любого ребенка с аутизмом. В лагерь может поехать, ну, там процентное соотношение детей, в общем, у каждого ребенка с аутизмом еще определенное количество баллов расставляется по анкетам, и определенное количество детей может поехать в соответствии вот с этим баллом. Когда у меня реплика, она началась еще с предыдущего наступления, когда обсуждали возраст, в котором детям наполняются. У меня реплика моя следующая. Мы считаем, что работа со специалистами, специальные лагеря, даже прекрасно технологично специально организованная среда – это лабораторные условия. А жизнь терапевтична сама по себе. И ни один специалист. У меня есть один характерный пример. Из маленьких детей. Вы, наверное, все знаете, одна из первых игр, в которые начинают играть наши дети – это одними игрушку. Да, отнять игрушку и убежать, за тобой бегут. И очень часто дети это делают. Скажите мне, пожалуйста, какой специалист даст такому ребенку в лоб? Это сделает только кто-то из детей. Жизнь, во-первых, терапевтична. Я сейчас закончу сама по себе. А во-вторых, собственно, выполнение жизненных задач, желание общаться, удовлетворить желание этой игрушки и так далее, и так далее. И есть настоящая терапия. И без обычных детей специалист не может это сделать. Что маленьких детей, что больших. И последнее, что скажу, про возраст. Да, очень полезно. Мы сами берем очень рано и берем детей к себе меньше, чем на два года. На один год перед школой мы не возьмем. Но что еще важно? Те самые обычные дети, которые год за годом включены, им не надо объяснять. Им не надо проводить уроки толерантности. Они очень хорошо знают, как что объяснить неговорящему. И это тоже жизнь. И это вырастающие взрослые, которые открыты к принятию. Я скорее не против вашего выступления, а просто в качестве комментария. Мы с 2005 года проводили лагеря, как ЦЛП проводит выездные лагеря в деревню. Мы ездили в такой отдельный мир, который создавали. Играли, развлекались, жили просто, вели хозяйство. Мы, да, это имеет такой формат, для кого-то он приемлем. Вот сейчас у нас такой, не знаю, такая ступень развития, когда у нас вот такой формат будет в лагере. И мы понимаем, что мы хотим, чтобы дети находились в безопасности, чтобы дети могли попробовать общаться с другими детьми, чтобы дети могли пробовать какие-то новые игры, чтобы дети могли отдыхать. Потому что, да, возможно, кто-то скажет про то, что можно научить готовить, там еще что-то. Это все может быть включено в какие-то жизненные ситуации. У нас лагерь всего 5 дней. Пожалуйста, ребенок может поехать за лето и в наш лагерь, и в другой, в котором будет другая задача решаться. Мы хотим, чтобы ребенок у нас мог переходить с одной активностью на другую спокойно, пробовать какие-то новые вещи, которые он никогда не делал. Например, спать отдельно, без родителей, когда нет привычной, там, не знаю, какой-то среды. И тут мы видим просто, что это меняет детей. У нас были подростки, и вот про то, что 8 лет может быть поздно. Благодаря такому лагерю мы знаем о том, что многие родители часто отчаиваются, и особенно когда дети очень сложные. Нет, 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 я про то, что вот ребенок придет в 6 лет, например, или в 7, да, сложный, и мы за год ничего не можем сделать. Я вам могу... Можно я, Анна, спасибо, я можно дам просто такой вот примеряющий, как мы можем, на правах интеракта, примеряющий вас комментарий. Потому что все, что вы говорите, абсолютно верно. Конечно, мы все должны дрифовать в сторону инклюзии, в сторону естества. То есть мы, опять же, инклюзия, это такой вот все-таки очень... У этого понятия такой терминологический статус, и мы все время вокруг этого, значит, вот очень любим сейчас. Мы все время, вокруг этого, значит, вот очень любим сейчас. Социальному устройству, да, поэтому естественному социальному устройству. Поэтому все, что вы говорите, но, тем не менее, в защиту проекта, который представляла Аня, при том, при всем, что там есть определенный формат, да, там определенная структура, там заданная... То есть такая вот какая-то, какой-то там сет такой, да, так сказать, описанный. Но мы действительно такие практики, как эксперименты, как лабораторные формы, внутри которых мы отрабатываем какие-то штуки, которые потом могут пригодиться именно в развитии вот этого инклюзивного движения, мы все равно должны делать, да. Вот говорили сегодня про тоже, ну, про ФРЦ. Ведь ФРЦ там ведет работа с детьми, там и тоже нет инклюзивной инклюзивной среды. Но если мы рассматриваем, что это временная, концентрированная ситуация неких лабораторных отработок, когда дети получают помощь для того, что это ступень и цель их уйти в жизнь, вот цель здесь сейчас научиться сделать их нормальными. Вот вопрос векторе, что если мы забираем даже какую-то интенсивную революционную свету, мы забираем ребенка не для того, что сейчас мы должны его, как говорил от американца, что, типа, это ребенок снова, но мы должны его починить. То есть если у нас установка такая, а это сегрегационная установка, тогда все, тогда это работать не будет. Если мы временно забираем какую-то ситуацию для того, чтобы чуть-чуть подкрепить навык ребенка, чтобы потом его на обобщение этих навыков пропускать, или еще хиленьких таких, тем не менее пускать в естество, тогда это имеет право насуществовать. Мы должны понимать, что наша специальная работа в каких-то специально организованных следах – это ступень, это вот, ну, как сказать, печка, от которой мы отталкиваемся, чтобы дети уходили в жизнь. И чтобы в следующий раз они могли выбрать лагерь, пускай и не специализированный, а какой-то более больный, и туда уже поедут существующие. То есть вот здесь такая вот история, что это, ну, как бы, это вещи, которые вполне себе сочетаются при условии, что на каждой из этих ступеней специалисты и те, кто задает концепции этих ступеней, совпадают с своих целями. То есть все должны понимать, что мы прийти готовим к жизни, к живой, естественной, обычной, со сложностями, что мы не должны, мы в том числе должны готовить к какими-то стрессовым ситуациям, мы должны готовить к какой-то максимальной самозащите, пониманию, что уже, ну, то есть, понимаете, да? Вот это все, жизнь сложная. Держать в тепличных условиях самых идеальных, ну, никого не полезна. Я не выходила на проект, когда я хотела это сказать, я понимала, почему это может приваться, учить из такой... И еще есть один важный момент, вот сейчас просто без микрофона, мне очень хорошо, что вы говорите, да? Но сейчас он у нас просто в другом месте. Я хочу еще сказать важное, что я услышала Анины презентации, тоже очень важное, очень важное, она говорит, что не делает отдых. Отдых – это колоссально сложный социальный наук. Очень многие из нас, и им же владеют. И вот это то, что наши дети, наши дети с аутизмом, которые с ранних лет должны пахать, 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 которые друженики, которых невозможно не уважать, потому что это дети-друженики, с ранних детств, с аутизмом, с какими-то серьезными нарушениями. Они пашут, пашут, пашут и пашут. Какой из него ребенка, которого забили 5 лет в БИА, и он 25 часов в неделю получил, и как бы работал по 5 часов в день, как бы, ну, это было хорошее, что они, конечно, это было и рады, и все, но тем не менее, мы понимали, что это занятие, это интенсивное, как бы он востребован, да, то есть мы иногда не можем столько по 5 часов коммуницировать, да, с кем? Поэтому, вот навык отдыха и для родителей особых детей, которые тоже не умеют, на самом деле выключаться, не умеют отдыхать, не умеют, а не теряют этот навык, тоже навык. И для детей, которые с особенностью, с пониманием, это тоже важная социальная практика, что мы можем, поэтому здесь, мне кажется, что получилось, что это очень важное. Можно, давайте, дадим к слову, что? Давайте потом, я прошу, с вашей. Микрофон здесь, подвязать, иначе у нас не снимется, потом запишите, мы дадим вам еще слово. Наверное, вы должны продолжить, получается, то, что я скажу, это продолжение обсуждения. Я старт, по-настоящему. мама в соседнем домике живет, а в следующий раз мама все-таки не поедет. то есть, каких только моделей не было. Но, по поводу инклюзии, когда включается большое сообщество, когда ты 30% составляешь, то есть, такой опыт тоже у нас в последние несколько лет имеется. А начиная с того, что просто совместные мероприятия проводили. Едем 10 человек, из обычного лагеря там добавляются 10 человек. Обычно, сколько-то ядерно есть. Дошли до того, что включались наши дети, то есть, лагеря 250 человек, Тульская область, мы выезжаем в санаторий, там 30 человек. И вот по 4-5 детей включается в отряд, где очень-очень, несколько десятков. Все классно, отлично, наши специалисты сопровождают этих детей, проводим тренинг, обучаем персонал, поддерживаем обычных детей, каждый день их награждаем на общей дискотеке. Все классно, но и много минусов. Чем больше необработанных аудиторий для обычных детей, неподготовленных, тем мы с большими сложностями сталкиваемся. Аудитория детская, она должна быть очень подготовленной, потому что всех обработанных в такой короткий срок, в этой длительности мы их не знаем, мы их впервые видим. И очень сложно, поэтому если ты едешь что у тебя на 14 необычных, 6 обычных, это уже хорошо. Конечно, было бы хорошо быть там 20-20, но таково. Но, понимаете, это эволюционный процесс, потому что я всегда говорю, инклюзия – это привычная, выработка. Сколько нам нужно, чтобы выработать полезную привычку с вами? Или отказаться отриентными, ребята, понимаете? и на самом деле это действительно вещь. Понятно, что чем раньше происходит, дети, понятно, у нас, которые с первого класса учатся, они вообще не видят, вот они просто реально не видят, это не придумано, мы наблюдали так, вот если кто-то там вот так, значит, на уроке машет, он там решает задачу, вот так вот, но никто в классе не замечает, настолько это не является каким-то триггером, какого-то раздражения, потому что, ну, просто не видят, вот отвалилось, условно говоря, фокус на такие вещи за эти годы, да, поэтому это вопрос еще, поэтому эволюционные шаги, мне кажется, что, ну, как бы, все правильно, мы должны действительно сниматься конклюзии, но не надо на каких-то наскоках делать, вот это, ну, и самое важное, конечно, вот так, вот цель, основная цель, а с отборжаться, которая, она как бы, провозитом уйдет за этим воздухом, конечно, тоже, она не считается, для пиктонации. Жакова Елена, в развитии психологического центра Москва. Вчера я как раз-таки на госпиталинском заседании говорила о вариативности в особенностях развития пиктонистического спектра. Вот о чем сегодня говорила Аня, это та вариативность, которая совершенно точно имеет право жить на определенных этапах с определенными детьми. Это в защиту, не в защиту, но сам вам. Это очень важно. мне кажется, это важно. Все, что мы делаем и обсуждаем здесь, все, что мы делаем в своей работе, мы делаем для того, чтобы дети жили, чтобы они жили нормальной жизнью. Даже у нас здесь сидящих понятие нормальной жизни, то, что дает нам удовольствие и удовлетворение, очень разное. Мы с вами трудимся, но мне так кажется, для того, чтобы дети жили. И то, что меня беспокоит, я вообще никак не наезжала и не критиковала проект. Что меня беспокоит в последнее время, даже больше, чем раньше, когда мало было для детей. Меня беспокоит, что наши лаборатории, я обобщаю так, специальные формы, специальные методы, притом, поверьте, мы очень используем тонкие технологии, когда мы посредничаем, чтобы дети жили и родители жили, и так далее. Но тем не менее, что все это подменяет реальную жизнь. И что очень многие инстанции, люди ставят себе галочку, что для детей сделано. Но специальная форма не есть жизнь. И в этих специальных формах дети находят друзей и симпатию. Но нам важно, что специалист не может быть другом. Другом может быть другой ребенок. Да, наши соотношения больше обычных детей, но здесь разные модели по всему миру присутствуют. Вот, позаботиться о том, чтобы все наши с вами приобретения, начинания, успехи не стали просто галочкой, а дети нашли для себя, нашли для себя друзей, огромная позиция. Все, спасибо. Да, коньяк. Маленькую совершенно реманку, абсолютно забраду, но смотрите, даже если пример использовать, да, действительно, из первых игр это вот эти догонялки, да, но очень часто для ритминга с аутизмом, для того, чтобы он в принципе смог, по крайней мере, нужна специальность. А, не знаю, как парниш, или как парниш? Ну, поддержка нужна, в первую армию, она должна быть, условно, спортицировать, и все, просто предпочитаю, чтобы все равно максимально дрифовали, все равно это будет естество, чтобы консультантов, которые работали, звали, называли воруженными. И с того, как он там указал, да, потому что, как бы, даже для, это, это такие мелкие мелочи, понимаете, вольные, которые рассыпаны, мы не всегда рефлексируем. Но когда, если где-то ребенок появится, и там тоже ребенок смутит, он скажет, это мой консультант, то для типичного ребенка это странно, какой-то есть ребенок, который есть консультант, понимаете, баттер. Вот, но, а там, скажем, что мой обожатый, но это, это вещи, то есть, барьеры, которые вообще, пригляды с людьми, они рассыпаны, даже не представляете, в каких вот вещах. сколько мы делаем на самом деле даже добрых дел, а на самом деле в этот момент, в момент этого доброго дела, стигматизируем кого-то. И мы сами, вот это чувство в себе, где барьер, где стигмент, где, когда мы действительно оказываем, как мне рассказывали, совершенно замечательный опыт в Армейцевске, они работают по нашей модели, включают детей прекрасно, дети идут, вообще чудесно все, но учитель, учителям, они приглашали меня, что я с популярным учителям по разу-другому, потому что они так настроены, позитивны, они очень так хотят поддержать детей, что, например, созволяют себе такие фразы, говорят, там, на английском языке, мальчик, у него, сизм, у него он хорошо как-то переспевает, старается, и учительница говорит другому типичному, типичному, ребенку, говорит, ну, что же ты меньше не сделал, даже Глеб сделал, понимаете, то есть она думает, что она тем самым поддерживает, но она понимает, что Глеб с аутизмом, включающим, включающий ученик, она даже не отдаёт себе, то есть желает поддержать этого ребенка, она не отдаёт себе отчет в том, что она себе, что даже Глеб, от которого, понимаете, то есть насколько вот эти все вещи, нюансы, как везде вот эти барьеры рассыпаются, и стигмы, и все, и мы с вами, конечно, как люди, которые проводники вообще всех этих эксклюзивных эксклюзивных идеологий, великие совершенно концепции социальные, да, вообще нервоззрение, эксклюзивные, конечно, должны вот эти нюансы за собой следить. Есть еще, давайте еще вопросы. Козынования Ярд, Дорок Монгульту. Мы работаем с семьями и хотели бы пояснить по поводу вожатого. Вожатый тот, кто такой отряд на 30-ти, и двой вожат. Мы не можем называть вот так у них называются консультанты, мы не можем их называть вожатыми. Они могут быть светательными, они могут быть сопровождательными, они никак не вожатывают, потому что у нас это совершенно другая область стоит. Хорошо, ну просто какой-то естественный язык. У нас здесь это естественный, я вожаю, я депутат Госдумы, который вам сейчас законом, делел, называет всех вожат. Я говорю о том, что везде, как корабль, как она и подходит, то есть на самом деле везде все требует, пока устроены инклюзивные процессы, все требует, все требует внимания, все требует, нет деталей, которые бы были незначительны, нет деталей, нет мелочей, которые не могли бы навредить, если мы в этом месте с вами как-то неправильно использовали вот эти вещи. Поэтому мы должны быть просто внимательными. И мы должны помнить о том, что инклюзия, как здесь говорили, что мы не можем, где мы будем учить, то есть мы отдельно получили детей, о жизни там, потом они придут с тем, что они научились здесь, в искусственной тепличной среде, каким образом они смогут реализоваться в тех вселенных, которые полны разных вызовов, полны каких-то стрессов, решения, ну то есть нужно принимать какие-то решения, минимально, каждый день, да, приходит даже, даже ученик инклюзию приходит еще совершенно неподготовлен, он не может выйти в класс, но то, что он на перемене уже видит, что здесь толпа сверстников, под них надо уклониться, нужно уйти, он начинает уже формировать какие-то реакции, да, которые, если бы его просто водили в пустын коридорах за руку, он в жизни бы не сформировал, вот и все. Ну правильно, просто здесь нужно работать только с детьми, которые в течении решили, но и с детьми, которые нормы, не знаем, проводить уроки, доброты, чтобы они сами отойти к детям, чтобы, не знаю, сталкивать это все обессонно, все отработанные технологии, все занимаются, вот у нас в школе есть более двух программ, где там, два двух с ней работают, и причем это очень технологичная вещь, которая тоже хорошо описывается, будут там, знаете, что там, буклеты, металлические рекомендации, как работать против травы, тем более, что жертвами травы становятся не только с инвалидностью, понимаете, любое школьное сообщество найдет, кого потравить, понимаете, вот, поэтому, это естественно, но это все равно, понимаете, это живая школа, это вот, что важно, даже если там есть свои негативные социальные программы, то есть мы будем все время думать, что вот там такие риски, а там его затравят, а там его это, а там его кто-то, не знаю, что-нибудь пульмет, а там его кто-то отзовет, и в этой связи будет выдерживать человека, как бы защищает, то есть никогда в жизни невозможно организовать защиту, изоляции, никогда, это абсурд, понимаете, какие-то, давайте, какие-то еще, может быть, вопросы, ну, спасибо, Абдарик, есть, у нас там основа одна методическая, мы будут, ну, добрый день, мне подкинули на Марию Перфирьеву организация перспектива, ну, у меня может быть реплика, по поводу того, как говорить, потому что, действительно, как наше слово отзавелось, если мы усваиваем профессиональные, мы все-таки используем слова, как здоровые, будем типичные, нормальные, так далее, то услышать это, как сказать, педагог регулярного класса, вот так и будет относиться к этим детям, что они, а, не здоровые, а, не б, не нормальные, так далее, поэтому, мне кажется, что сейчас, в последнее время, раз, ну, как-то, пошла инклюзия, надо очень внимательно относиться к словам, даже в своей, как у профессиональной аудитории, потому что мы это вносим на большой круг, у вас берут интервью, вы говорите, к вам приходят родители, вы говорите, и так далее, и так далее, поэтому я просто хочу обратить на это внимание, даже в своих специализированных каких-то исследованиях, да, то есть, ну, такое, как бы, пожелание, потому что мы сталкиваемся, к нам вращаются, ну, в основном, конечно, родители разных детей, и вот сейчас это большая, как бы, проблема, потому что пошло разделение в школу, да, это совершенно мне, мы можем говорить ребенок самолитностью, ребенок без инвалидности, ребенок там с особенностями, ребенок без особенностями, но если вы говорите ребенок, вот здоровые дети, значит, все остальные дети, а приорит, нездоровые, какое отношение к нездоровым детям, то есть, она может быть и гребом, астер, почему, типа, мальчик-то со столькостями, то успевает, да, если бы как-либо такого зрения, она бы, может быть, подобралась какой-то другой сравнительный. Нет, вы понимаете, то, что здесь тоже нельзя уходить в правильность, потому что, ну, все-таки, какая-то у нас должна быть филипциация для пользования, мы поэтому, совершенно правильно, мы вчера, собственно, вот у меня одна из, мы одна из, там, реплик на полинарке, как раз была про то, что в базе у нас, в вообще сконодательной базе, у нас вот этот термин ОГОСЭ, он диклинационный, что должны быть особо образовательные потребности, которые могли святать, и алтизм, и это, то есть, как бы, ОГОСЭ, термин дискриминационный, мы должны с ним разбираться, безусловно, да, вот, но, тем не менее, совсем оказываться, я даже, у меня, например, как бы, не спризумляет, когда пытаются оказаться, даже от слова инвалидности, я не вижу, я считаю, что она совершенно нейтральная, она имеет, ну, указание на них социальный статус человека, а не на него какой-то, вот, точно так же там, ребенок с аутизмом, тоже у меня совершенно как бы не... Да, мы говорим, вы говорите, ребенок с аутизмом, да, а очень часто говорят, а утенок там, да, утенок, утенок, я совершенно принесу, переводим, вот, понимаете, пришел, оно и есть, оно, как бы, чуть дальше от нас... Функтурирует меня вообще, да, больше, чем, ну, страшно, да, я очень тоже не люблю всех этих, вот, утенок, утенок, то есть, вот эти все, такое, вмешительно-ласкательное, какое-то извиняющееся, такое, ах, извините, да. Мне кажется, что вы знаете, здесь все-таки момент, там, человек из глубины сердца, говорят, то есть так, да, потому что все-таки важнее, как мы относились, и тогда не будет этих названий, потому что мы и сейчас видим, что, опять же, возвращаясь к расширению процесса инклюзии, расширению информированности людей, которые в инклюзии, действительно, уже меньше людей говорят, про больные люди, да, это уже, в общем, это уже, это уже, это уже больше, больше всего, и я надеюсь, чем больше будет, собственно, оперантности, инклюзии, и людей, с которыми мы устроены разные отношения, тем меньше будет таких слов, потому что, она, какому, не пытается это запретить, а все равно будет. Но это и есть тоже процесс инклюзии, это выработка общего языка, да, который бы, вот, там, не оптализовал, да. Я хочу сказать, у меня с такой момент, когда мы начали играть по инклюзивному обучению детей с эротизмом, в 2015 году, у нас костроме не было, не людей, которые владеют дополнительными коммуникациями, не прикладным анализом, вообще ничего, кроме терапии, музыкотерапии, и жизни, вот, это неплохо, наверное, но это не то, что нам надо было. Мы поменяли формат лагеря, и родители, многие вообще, как бы не знали, что их дети могут вот так делать, да, и когда они увидели, что буквально какие-то простые способы, которые работают, это за пять дней дети, у них вообще меняются на глаза, они, во-первых, поверили в то, что, да, возможно, детям нужны какие-то другие условия, что не только коррекционная школа и готовое обучение, они задумывались о том, что, возможно, детям нужно общение, благодаря тому, что дети поедут в лагерь. Они увидели, потом мы начали подготовку к школе, и у нас некоторые дети вместо 8.4 программы, которую ставили за год, ну, кто-то говорил, поставили 8.2, а и он пошел в общую раздражную школу. Вот, и этого бы не случилось, если бы мы не провели тот лагерь, который был в тот момент чем-то вдохновляющим для родителей, тоже. То есть, лагерь это не только логатиконечка. Это еще очень мощная терапевтическая семейная поддержка. Да, когда родители видят, что без них ребенок может справиться сам. Ну, вот это бы, не знаю, это было бы полезно. Это было бы полезно, что если бы борьба с гипроферкой, с недооценкой собственного ребенка, с вот этой привычкой родительской все время, значит, ну, тут вообще не отрываться, да, от ребенка тоже одна из привычек, которая формируется как-то сама это зная, я борюсь с этим в лице своего мужа тоже с такими делами, потому что, потому что, просто видно даже, ну, даже видно, когда мы идем, значит, вечером, так сказать, ты иди умываться, значит, он идет со мной, все это, щетка тут, паста, порошок, так-так-так-так-так-так-так, несколько раз напугалась, мне не надо умываться с папой. Что это вы, руки плейте? Совершенно, да, как же? Я не ищу. То есть, это, насколько, вот, давай ты мне сейчас, я вот открою, а ты мне все, значит, почисти, да? Поэтому это все действительно комплексная история. Такой лагерь, безусловно, хорошо продуманной, хорошо структурированной, с понятными ролями, у кого какие есть и для сверстников роли, и для разных специалистов роли. То есть вообще про строительную историю, конечно, он очень болезнен. Но еще раз говорю, что это вещи, которые мы должны понимать не как конечную цель, а как одну из ступеней, которая должна приводить к социальным ключам. Потому что все-таки если вернуться к теме нашей дискуссии, мы хотим, чтобы дети за счет тех модельных историй, которые мы реализуем в социальных практиках, в культурных, в образовательных, больше всего, чтобы мы меняли общество, которое становилось более кирпичным для принятия, чтобы мы готовили детей, которые должны включиться больше, так сказать, они бы имели больше социальный опыт, более разнообразный, который можно только в образовательном образовании получить, и чтобы все-таки они выходили в жизнь либо с полной дееспособностью, либо с частичной дееспособностью. Но если у вас есть человек, который требует поддержки, поддержка имеет ограниченные и понятные формы поддержки, вы действительно ее добьетесь. Когда вы имеете дело совершенно, абсолютно не тяжелого навалита, без каких-либо базовых навыков организовать социальную поддержку, это очень сложно, поэтому крайне сложно те же интернаты закрывать. Понятно, да? То есть все это просто единая история. То есть когда люди крутят, то есть все, вот и те ужасы, с которыми мы сейчас боремся, и боремся о коллегии, и то, что сегодня в Совете Федерации показается эта тема, то есть форматы, античеловеческий формат содержания этих людей, они все равно, все это растет из одних корней. И здесь мы должны понимать, что образовательные люди важнейшая история, важнейший канал выхода на социальную, важнейший. Что ребеночек родился и попал в систему образования, а вышел в земле там 25 лет, а мы периодически еще с вами туда все время ныряем. То есть вспоминался, он вырос в системе образования, да? И поэтому внутри этого, но тем не менее, все равно просто инклюзивный класс, это тоже не самоцепляет. Вот это вот эти вещи, которые нам нужны, это способ. Конечно, способ, именно способ. Вы сейчас просто сказали ключевую фразу «Я мама», но вы и специалист, на самом деле, профессионал своего дела. И поэтому, конечно, социальная инклюзия начинается с семьи, образовательная инклюзия – это способ, инструмент. И, конечно, основная наша цель – это социализировать. И возвращаясь к началу, к фильму, что меня, в принципе, поразило в фильме. Там говорят о том, что раньше мы смотрели, может быть этот ребенок включен или не может быть. Это этап размышления. Мы давно ушли от этого этапа. Мы прекрасно знаем, мы должны создать все условия, чтобы этот ребенок включился в мир. И поэтому вот этот второй вопрос, который я произвучал, он становится у нас основной идеей и нашей секции, и всей нашей деятельности в целом, по отношению к детям с развертым аутистического спектра. Как сделать так, чтобы он был включен? И здесь могут быть, опять же, я возвращаюсь, разные варианты в зависимости от особенностей. И вот самое главное, чтобы первая ступенька «Семья» была тем механизмом, который бы помогал и сопровождал, потому что семья, она сопровождает всю нашу жизнь. Чтобы она, семья, сопровождала этого ребенка и помогала ему. Но самая цель – не всегда быть вместе, а помочь ребенку включиться в более широкое общество, отбирая те вариативные технологии и механизм, которые действительно для этого ребенка более или менее эффективны. Да, спасибо большое, Елена, я абсолютно согласна. Да, мне тоже подался этот момент про вопросы двух поколений. Вот у нас есть вопрос первого поколения, а может ли он, и вопрос второго поколения. Как нам это сделать? Это значит, что уже кто-то, кого вопроса не станет. Еще, коллеги? Может быть, есть реплики, вопросы к нам? Как-то учиться, значит, зайти, задумались, да? Глубокие, мы подкоснулись глубокие. Сейчас, на данный момент, я работаю в психологическом центре, и поехали сюда, мне поставили задачу объединить детей из отдела в работе с ООЗ, из детьми, из отдела практической помощи. И есть вот эта проблема, когда родители не принимают, обычных детей не принимают, но и детей с особенностями. И вот как раз думала, что сейчас я какие-то вот найдут из себя зацепочки, когда ты плохо знаешь аудиторию. То есть если вот в рамках общественной организации, ты знаешь всех, да? Всех родителей до седьмого колена, всех братьев, сестер, у кого какие ситуации в жизни. А вот именно когда аудитория очень не знакома и не знает, с чего начать. Вот как их начать объединять? Ну, вы имеете в виду тематическое сообщество? Или вы имеете в виду... Это центр психологических, психологический центр помощи, областного, на базе которого открывается ресурсный центр для региональных. И вот мы приехали, как говорится, за опытом, чтобы начать какую-то работу. Ну, давайте мы вам предоставим слово. Видимо, есть какой-то вариант ответа. Это замечательно. Я пока думаю. Я не начала больше сказать. Все-таки представлюсь, Вячеслав Кабушка, Московский областный центр для региональных инвалидов. У нас социальная программа становится. Социализация – это наше самое главное дело. Значит, что хочу на ваш вопрос ответить. Инструменты, способы, как объединять, как эти родители, которые, в общем-то, считают свои дети нормальными, здоровыми, как их внедрять? У нас практически два раза в месяц, ну, чаще всего, даже два, даже раз в неделю, проводятся общие собрания родителей. И туда приходят все. У нас дети есть и с ЦБ, и с нарушением социальной аутистической спектры, и есть СРДА. В общем, кого только нет. И, по счастью, мы имеем рядом с нашим зданием, в общем-то, зданием детского сада, в Каен-Деский сад. И к нам приходят играть дети, мы к нами просто, да, дети приходят играть на праздник к нашим детям. И туда стали зарядывать их родители. Вот. И теперь мы, никто из нас не стесняется проводить общие праздники, мы там готовим на улице, сажаем морковь, репп, педиццы, не знаю. Весне. Мы ухаживаем за гороном, мы ходим на улице, у нас, как, на поле, в озере есть, ходим в коробе уток, все вместе, там, катаемся на лошаде. То есть, у нас нет никаких барьеров, заборов. Даже убрали забор, который был глухой, у нас был, вот, как, на заказах тюрьмитра, 3-4-метровую. Мы убрали, но поставили прозрачную, большую такую стадию. То есть, убрать забор и открыться, и показать, что ничего сложного в общении наших детей и здоровых, и родителей самоделых, ничего сложного нет. Мы проводим мамин школу, занятия групповой программой маминной школы, открытые студии, круглые столы, и дальше все чаще стали приходить родители. Так, школьников, школьников, отресных школ, в общем, и нас слушают, они очень много чертуют полезной информации, и, в общем-то, всегда благодарят. Мало того, очень много у нас, ну, сейчас, к сожалению, нам перестали помогать с выездами на геограмму, постоянно ездили, начиная с 2003 года, мы возили детей, и, естественно, с нами ездили и братья и сестры этих, и двоюродные братья и сестры, и дяди, тети, и мы какой-то такой большой в компании образовывали, мы стоим, там, 35-40 человек, и к нам постоянно подключались какие-то, ну, не только мамы и папы, там, бабушки, даже детей с этого образовывали, там, децепр, и так далее, а просто здоровые, мы приходили с нами, отмечали праздник, а может, там, подсоединиться и так далее, то есть, главное, не показывать, что есть какой-то барьер, ведь его сложного вообще нет, общий праздник какой-то, да, абсолютно, я совершенно согласна, вы знаете, я думаю, что нам нужно, ну, в любом случае, у нас, во-первых, мы по времени уже, да, важно закругляться, и я просто невероятно рада, пускай, вот у нас такой здесь не сам, большой отшлаг, но я считаю, что надо не количеством, а качеством, по-моему, здесь чрезвычайно качественные, вообще, так сказать, слушатели, участники, потому что, очень заинтересованные практики, которые реализуют эти все процессы, и, ну, естественно, можем сейчас тут выйти, принимать кофейку, попить, пообщаться, еще и поговорить, и, просто, важно, вот, мне важно, что это, действительно, тема, как бы, знаете, когда, ты живешь, погружаешься в какую-то тему, а я, в общем, страшно интересуюсь образованием, с точки зрения, вообще, науки, исследований, потому что очень большая научная база, вообще, в мире накоплена, по части исследований, детали, понимаете, там, какие-то эксперименты, как один учитель воспринимает, если вот он знает кто-то, и как он не тот, то есть какие-то очень много, любопытные, очень, вещей, или страшно все интересует, и мне иногда кажется, что я такая, вы знаете, совсем такой, знаете, такой вот, одинокий какой-то, вы знаете, в области пустыни, да, что вот я вот сижу, варю с вами, что вот я вот понимаю какие-то вещи, а у меня нет никаких, так сказать, соратников, вот как вот рассыплые, в стране, которые бы разделяли со мной инстационисты. Вот мне становится грустно, когда приходишь сюда, и вообще в принципе попадаешь в ситуацию, почему это полезно, такие конференции, да, почему мы сами, мы на свою делаем конференцию, два времени, много лет уже, да, вот эти зановые решения, всегда вот жильем, когда ты попадаешь в среду, среди, среди, когда ты понимаешь, что на самом деле людей, которые разделяют лицензу, думают так же, и знают, и понимают так же, очень много, это очень, вообще вдохновляет. И это дает надежду на то, что мы действительно не будем просто все вот специально локализованы только в том, как нам сейчас вот первый класс ребеночка с аутизмом засовывать, и как бы где-то там поставить себе галочку, а в том, что мы не засовываем в первый класс ребеночка с аутизмом, а что мы здесь делаем первый миллиметровый шаг для того, чтобы в 25 лет, когда я не буду, у него был работодатель, который у него однопластик в этом сейчас, в первом классе, чтобы у него был поддерживающий, чтобы у него там был труд, либо поддерживающий какой-то, не знаю, сосед, естественно, то есть мы складывали бы вот это все, не соцработник специально, а чтобы было много обычных людей, которые уже за 10 лет с ним взаимодействие поняли, что ему нужно, как бы выходит. Вот это мы должны понять, что мы, что жизнь, наша цель – жизнь, да, обычная жизнь. И все, что мы можем сделать сейчас в формате таких лагерей, в формате того, про что говорила Лена, тоже про исследование усиления каких-то функций, для того, чтобы дети вышли дальше, эти усиленные функции могли применять, и так далее. И вот мы это делаем для того, чтобы общество было инклюзивным, в котором и мы сами с вами, когда состаримся, заболеем, не знаю, оглохнем, все что угодно, понимаете, с нами может случиться, как бы мы не хотели это натиснять своей головой, понимаете, но мы все очень хрупкие, да, чтобы мы оказались тоже в таком же безопасном, инклюзивном обществе, в котором мы могли бы продолжать сохранять свой социальный уровень. Вот это вот, мне кажется, что очень важно. Лена, что-то есть у вас? Ну, поблагодарим, да, нашу аудиторию. Спасибо большое. Спасибо администраторам. Спасибо. И пойдемте поболтать еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.